Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Всем привет! Сегодня мы с вами с одного кабачка сделаем еще одно блюдо. Мы сделаем кабачок во фритюре. Будем жарить кабачок. Итак, что же мы будем делать? Сначала мы кабачок помыли, вытерли. Затем мы отрезаем одну попку и другую попку. Отрезали. Эти шкурочки выбрасываем. Затем мы нарезаем небольшими тоненькими пластами, кружочками кабачата. Кабачата у нас молоденькие. Кабачата у нас без семечек. Есть семечки, но они очень молоденькие, очень нежненькие. Вот мы нарезаем их вот такими небольшими маленькими кружочками. Так, вот мы нарезали наши кабачата. Теперь мы возьмем яйцо из холодильника, разобьем яйцо. И, ой, сколько у нас много получится из одного. Как в прошлый раз у нас получилось много этих, как называется, котлеток, из кабачковых котлеток. А теперь тоже у нас получится много в кляре. Итак, мы берем яйцо. Бац! Разбиваем. Разбили одно яйцо. Дальше, что мы делаем дальше? Дальше мы берем немножечко соли. Вот я возьму немножечко сольки. Чуть-чуть. Вот так вот, чуть-чуть. Не сильно много, а чуть-чуть сольки. Так, взяли мы сольки. Теперь мы возьмем это яйцо и взобьем. Так, хорошенечко-хорошенечко повзбиваем его. Вот так вот. Взбили. Теперь мы сюда добавим немножечко молочка. Молочко мы добавили. Можем все добавить сюда молочко. Так, это в молочку у нас. Так, и теперь мы еще взбиваем. Взбиваем. Ну, я посолила. Ну, вы будете пробовать, будете смотреть, сколько соли сюда добавляют. Теперь, дорогие мои, пока мы вот это у нас все здесь... Пока у нас тут все растворяется, мы включаем сковороду, сковородку. Тут у нас маслечко уже есть, пусть нагревается. А мы тем временем всыпем сюда мучичку. Ну, я буду на глаз всыпать чуть-чуть. Сильно нельзя, чтобы крутое тесто было. Тесто должно быть такое реденькое, как сметанка, как редкая сметанка. Ну, не совсем редкая, но реденькая. Вот, мы хорошенечко вот так взбиваем, 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 взбиваем. Вот так вот. Когда у нас сейчас нагреется маслице, мы возьмем сейчас и опустим сюда наши. Можем два яйца сюда вбить, можем одно яйцо. Ну, как будет. Можем тут у нас... У меня молока осталось мало. Я еще, наверное, одно яйцо взобью, чтобы у меня больше было кляра. Так, мы еще одно яйцо. Все, яйца такие красивые, оранжевые такие. Вот, все, мы сечем. Вот, уже больше стало у нас кляра. Сейчас мы взобьем хорошенечко. Пушным миксером. Ну, вручную, там не стоит так. Так. Теперь, вот у нас нагревается. Так, что у нас тут? Я думаю, надо еще чуть-чуть мучички. Рамулечку мучички, потому что у нас должна получиться, как сметана. Не совсем густая, но и нередкая. Такая средненькая сметанка должна получиться. Вот так, я думаю, вот это достаточно. Вот, все, теперь мы сюда сейчас опустим. Будем опускать наше, вот какая она должна быть. Вот, видите, дорогие мои. Вот, посмотрите. Вот такого должна быть. Вот так вот, вот. Вот она такая должна быть. Кляр такой же должен. Все, теперь мы будем брать, уже у нас масло подогрелось. Сейчас мы возьмем сюда, набросаем наших, набросаем кабачат сюда. Мы даже можем все, ну не все, но сколько тут получится. Вот. И сюда возьмем вот так вот и перемешаем. Чтоб не каждый, а чтобы вместе все. Вот. Даже мы можем, вот я сейчас все сюда, чтобы уже не тратить зря этот кляр у нас. Вот так вот, вот так вот. Вот маслица уже у нас начинается. Начинает уже там. Не булькает, но уже я чувствую, что масло уже начинает запашок пошел от масла. Все, вот у нас кляр. Вот они все наши, дорогие мои. Теперь мы сейчас, нормально, нормалек. Теперь, что мы будем делать дальше? А дальше мы будем так, я беру ручкой. Вот так вот еще мочила. Раз, два, три. Это тут, наверное, на одну сковородку будет много. Вот, пожалуйста, один кабачочек всего лишь. Мочаем еще кляры. И вот у нас получается. Такие у нас будут. Ну, тут вот сковородка у меня-то не очень большая. Такая средненькая. Вот. И все. На два раза будет. Ну, даже у меня кляра даже много получилось. Можно на один кабачок. Можно было одно яйцо. И чуть-чуть молочка. И чуть-чуть этой мучички. А у нас получилось так, конечно. Так, все. Сейчас ручку я помою ручки. Так, можно брать, у кого есть такие специальные щипчики, можно щипчиком. Но у меня нет таких щипчиков, поэтому мне удобнее рукой. Так, а теперь я возьму нашу лопаточку. И лопаточкой мы будем переворачивать наши кабачатки. Так, пусть они жарятся. Мы увидим, когда вот начнет поджариваться уже, тогда мы будем, увидим, какой будет, вот, я возьму такую и такую удобнее лопаткой. Хотя нельзя такими железными, металлическими, в таких современных сковородках. Но, вот, мы сейчас возьмем. О, уже начинают хорошо. Так, и так. Ну, тут быстро они. Во-первых, они очень молоденькие, эти кабачата. Во-вторых, они очень нежные. Поэтому, пусть не надо 10 раз пережаривать. Один разик перевернули, и второй, на вторую сторону. Ну, и все. И будет у нас в кляре кабачатки. Вот мы сейчас и попробуем, что у нас получится из этих кабачаток у нас. Так, давайте, поджарьтесь. Ну, а потом мы можем, зелень можем набросать сюда. А хотите, можете или майонезиком помастить, или же сметанкой, когда остынет все это. А пока, конечно, горячее, а то сметаной нельзя это делать, ничего. Вот. Ну, вот видите, вот такое блюдо в кляре. Ну, чтобы вам там, когда котлетки мы делаем, там надо тереть, надо все. А то так, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, нашинковал, кляр вмочил и обжарил. И сразу как с пылу, с жару и прямо к столу. Особенно детки любят такое кушать. Даже бывало вот такие кусочки, вот у меня мама раньше делала, без кляра. А просто так обжарила, обжарила и кушаешь. Ну, тогда они, получается, такие мягкие, аж разрываются. Вот. А деткам вот такое будет, очень подойдет, им очень понравится такое. Так что, дорогие мои, сейчас уже будем снимать. Вот. Так что, а ну, эту сторону. О, и тут уже эта сторона тоже. Все. Дорогие мои, будем снимать. Вот у нас получились такие хорошенькие, такие вкусненькие кабачатки в кляре. И главное, что одна-две минуты, и все готово. Прибежали с работы, делать нечего. Быстренько-быстренько-быстренько все это нарезали, кляр опустили, и все. И все готово. Ну, вот. Я сейчас, и это тоже сейчас, пока мы будем с вами разговаривать, у нас этот второй раз, это все у нас обжарится. Вот так вот. Вот такие мы умненькие, разумненькие буратины. Буратины. Вот. Мы много сделали кляра, и теперь этот кляр. А, кстати, этот кляр мы можем взять, потом останется. И мы можем на сковороде все это обжарить. И получится у нас, как яичница, как омлет получится. Потому что тут яйца и молоко. И у нас получится еще и омлет. Вы представляете, какие мы экономные, какие мы способные. Все. А второй раз это очень-очень быстро жарится. Вот тут у меня один остался, уже обжарился. Ой, гляньте, по второму разу вообще очень быстро обжаривается. И тут же мы как раз будем синенькие у нас, тут с витаминами, мы ничего не выжимали. Вот. У нас все, здесь все витамины в самом же кружочке в этом находятся. Ну, а сейчас попробуем, что оно будет. Вот так вот. А захотите, дорогие мои, вот так вот. А захотите, можете нарезать кабачок. Потом можете его посолить отдельно, в отдельной посудке. Постоять 2-3 минуточки. Все. И тогда уже в кляр. Тогда кляр не надо солить. Ну, я решила сразу кляр посолить, чтобы был солененький кляр. Вот. Все. Сейчас и это будет готово. И мы сейчас с вами будем пробовать, что же у нас получилось. Ну, я уже масла не буду добавлять, потому что зачем мне уже добавлять масло, когда тут уже все готово. Оно уже, видите. Ой, красотень. Красотень, красотень. Все, дорогие мои, я выключаю. Вот надо было мне время засечь. Прямо раз-два и все, и готово. Как у нас у одной актрисы была девочка. И очень такая, вы знаете, такая сообразительная, и как что-то скажет, и была крылатая фраза. Что не скажется, крылатая фраза. Вот она пришла на репетицию. А у нас же там сначала застольный период, потом начинаем. У нас разводки разные идут, это мизансцены. И вот она села, смотрит, что же мы делаем. Ну, уже режиссер и говорит. Все, до свидания. Все, мы уже сделали, что мы на сегодня хотели сделать. Она сидела-сидела, потом говорит. Что? Вот это вся работа. Попрыгали, поскакали и все. Тут все упали. Ну, такая работа у нас. Так, дорогие мои, вот что у нас получилось. Вот у нас получились кабачаточки в кляре. А мы сейчас с вами, пока остывает, мы же будем дегустировать. Мы сейчас вот немножечко маслица, я долью маслица. И вот это, мы же у нас бесперебойное производство. Мы же ничего не выбрасываем, да? Вот мы возьмем еще немножечко маслица. И у нас получится еще. У нас получится омлет с молоком. Молоко-то базарное. Молоко-то вкусное. Ой, и еще один у меня не обжарился. Куда ж я смотрела? Ну, ладно, мы его обжарим. А это мы выльем сюда. Ну, да, и что у нас получится? Если получится плохо, ну, там такое, некрасиво, тогда мы отдадим это кошке. Кошка с удовольствием съест. Но она, правда, у меня перевредливая. Она не ест, что не хочет. Вот она то ест, а то она не ест. Ну, вот. Вот у нас получилось этот кабачонок. Мы уже... Нормально. Так, ну что ж. А теперь мы что, будем дегустировать, дорогие мои? Так. Так, 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 сказал бедняк. Гроши и нема, выпить хочет. Ой, горячий какой. Ммм, такой нежный. Замечательно. О, и кабачата в кляре. Ммм, делайте, дорогие мои, едем, очень понравится. Так. О, какой блин у нас получился. Блин блинющий. Ха-ха-ха, блинище. Ну, посмотрим, мы будем есть или кошки отдадим. Вот. Он такой жестковатый получился. Ну, все. Значит, мы себе берем кабачата, а это будут кошки. Итак, дорогие мои, вот они наши кабачатки в кляре. Если у вас остается этот кляр, тогда выливайте его. А нет? Поджарили? И собачка. Или я голубям всегда выношу то, что остается всегда голубям на мусорнике. А кабачатки эти, во, 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 фу, фу, фу. Очень вкусненькие. Все, дорогие мои, до свидания. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита.